У остановки Индустриальная днём четверга во время столкновения двух встречных иномарок серьёзные травмы получил водитель Рино Сандера. Хэтчбэк мужчины после столкновения выглядел так, словно пережил не одно ДТП. Последствия этой аварии казались очевидцам настолько внушительными, что люди тут же позвонили в скорую помощь. Приехавшие на вызов врачи увезли 62-летнего автолюбителя в больницу в бессознательном состоянии. У него были рваные раны на голове. Объясняться с полицейскими остался второй участник событий. 30-летний водитель «Хонда Аккорд». Мужчина рассказал, что двигался по улице Краснореченской в сторону центра города. Оппонент ехал навстречу и на перекрёстке с улицей Индустриальной собирался повернуть налево. По словам водителя седана, шофёр Рино приступил к манёвру, не убедившись в его безопасности. Так, словно вовсе не видел серую иномарку. Хабаровчанин на «Аккорде» в свою очередь опасность заметил. Ещё издали и пытался остановиться. А он остановился. Ну, то есть, услышал виск тормозов и остановился. Идок. То есть, просто не сообразил. Мог бы его скачать, получается? Ну, если бы резко газу дал бы, я бы, конечно, чуть правее, ой, левее не шёл бы. Водитель «Хонды» говорил, что правил не нарушал и двигался на зелёный сигнал светофора. Оплошность, по его мнению, допустил невнимательный оппонент. Судя по тому, какие повреждения получил хэтчбэк, более молодой участник ДТП ехал с превышением скоростного режима. От чудовищной силы удара обе иномарки отбросило за пределы проезжей части. Машины напрочь блокировали проезд трамвая. Седан при этом врезался в светофорный столб, выведя из строя секцию электронного регулировщика и камеру видеонаблюдения. Водитель «Хонды» попал на осмотр к врачам сразу после разговора с полицейскими. Медики увезли его в больницу на обследование. Виновника ДТП назовут дознаватели. Им это дело передадут из-за наличия в аварии пострадавших. С места происшествия Михаил Сергеев и Павел Рогатин.